Но так как иногда наши оценки наталкиваются на неизвестные нам факты, очевидного подтверждения, которым мы не смели и предполагать, Жильберта, конечно, многое унаследовавшая от матери, и в конечном счете эту покладистость, на которую я, не отдавая себе в том отчета, рассчитывал, когда просил ее познакомить меня с очень юными девушками, после размышления вывела из моей просьбы, и, наверное, чтобы семья не осталась ни у дел, заключение более отважное, чем все те, о которых я мог предположить. Если вы позволите, я сейчас пойду за дочерью, чтобы ее вам представить. Она внизу болтает с маленьким Мортемаром и другими скучными крохами. Я уверена, что она будет для вас очень славной подружкой. Я спросил ее, был ли Робер рад дочке. О, он ею очень гордился, но, само собой, мне кажется, что если принять во внимание его вкусы, простодушно добавила Жильберт, он предпочел бы мальчика. Это девочка, чье имя и состояние внушали матери надежду, что она соединит свою судьбу с наследным принцем и увенчает работу, восходящую к Свану и его жене, позднее вышла замуж за малоизвестного писателя, ибо она была лишена снобизма, и благодаря ей семья опустилась ниже того уровня, с какого поднялась. Писатель приближается к событиям 30-х годов, поэтому не стоит отождествлять его с Марселем Прустом. Пруст смертен и подвержен человеческим слабостям. Автор поисков стоит вне времени и обозревает дали прошедших и грядущих времен. Новым поколениям было крайне сложно втолковать, что родители этой безвестной четы занимали блистательное положение. Имена Свана и Одетте де Кресси чудным образом воскресали, чтобы до вашего сведения могли довести, что вы заблуждаетесь, будто в этом браке не было ничего удивительного. Считалось, что в целом госпожа де Сен-Лу вступила в намного лучший брак, чем то было по ее возможностям, что брак ее отца, Содетте де Кресси, ничего из себя не представлял, был тщетной попыткой выйти в люди, тогда как, напротив, по крайней мере, с точки зрения, его брак был внушен примерно такими же теориями, как те, что в XVIII веке толкали знатных дворян учеников Руссо или предшественников революционеров к жизни среди природы, к отказу от привилегий. С попыткой выйти в люди из-за лакуны трудно понять, о чем речь. Скорее всего, Сван напрасно пытался прыгнуть выше головы. По крайней мере, с точки зрения. Пропуск в рукписи. Удивление этим словам и удовольствие, которое они мне доставили, быстро сменилось, пока госпожа де Сен-Лу вышла в другую гостиную, мыслью о прошедшем времени, которую мадемуазель де Сен-Лу также на свой манер вызвала во мне, хотя я ее еще и не видел. Как, впрочем, и большинство людей, не была ли она подобна камню, лежащему на перепутье, где сходятся все дороги, пройдя, как и в нашей жизни, через удаленнейшие друг от друга точки? Мне оказалось, что пути, приведшие к мадемуазель де Сен-Лу, бесчисленны, как и пути, расходящиеся от нее. И прежде всего, к ней привели две стороны моих прогулок и мечтаний, от отца Робера де Сен-Лу стороны германтов, до Жильберты, ее матери, стороны Мезеглиза, стороны Свана. Одна, от матери юной девочки и елисейских полей, вела меня к Свану, к моим вечерам в Кумбре, к стороне Мезеглиза, другая от отца, к моим бальбекским дням, когда я впервые увидел его подли море, залитого солнцем. Уже меж этими двумя дорогами обозначились поперечные пути, потому что в реальной бальбеке, где я познакомился с Сен-Лу, я захотел поехать большей частью благодаря рассказам Свана о церквях, в особенности о персидской, и, с другой стороны, посредством Робера де Сен-Лу, племянника герцогини де Германт, я сблизился еще в Кумбре со стороной германтов. И ко многим другим точкам моей жизни вела мадемуазель де Сен-Лу. К даме в розовом, ее бабушке, которую я увидел у моего двоюродного деда. Здесь идет новый поперечный путь, потому что лакей двоюродного деда, который впустил меня в тот день, и позднее, оставив мне фотографию и позволив отождествить даму в розовом, был отцом юноши, любимого не только господином де Шарлю, но и отцом мадемуазель де Сен-Лу, по причине чего ее мать стала несчастна. И не дедушка ли мадемуазель де Сен-Лу Сван первым рассказал мне о музыке Вентея, как Жильберта первой рассказала мне об Альбертини. Но, рассказывая о музыке Вентея Альбертини, я узнал о ее близкой подруге и начал с ней жизнь, которая привела ее к смерти, причинив мне столько страданий. К тому же именно отец мадемуазель де Сен-Лу ездил к Альбертини, пытаясь вернуть ее. И моя светская жизнь в Париже ли, в салоне Сванов или Германтов, или в так далеко от них от стоящем салоне Вердуренов, выстроила возле двух камбрейских сторон Елисейские поля прекрасную террасу Распельер. Впрочем, кого из известных нам лиц при рассказе о нашей дружбе с ними мы не будем вынуждены разместить последовательно во всех местностях нашей жизни, даже самых отличных от других. Жизнь Сен-Лу, изображенная мной, разворачивалась бы в каждом пейзаже и затрагивала бы всю мою жизнь даже те ее части, от которых он был более всего далек, даже бабушку и Альбертину. Впрочем, сколь бы далеки они ни были, Вердурены примыкали к Одетте через ее прошлое, к Роберу де Сен-Лу через Чарли, и какую только роль не играла для них музыка Вентейя. Наконец, Сван любил сестру Леграндена, знавшего господина де Шарлю, на воспитаннице последнего женился юный Камбремер. Конечно, если речь идет исключительно о наших сердцах, у поэта есть основания говорить о таинственных нитях, разорванных жизнью, но еще вернее, что она откет их не переставая, соединяя людей и события, что она скрещивает эти нити, наращивает их, уплотняя ткань, чтобы между малейшей точкой нашего прошлого и всеми другими точками из обильного наслоения воспоминаний оставалось лишь выбрать сплетение их соединяющее. «Можно сказать, что все, если бы я старался не использовать бессознательно, но вспоминать то, что было, что служило нам в те годы по-прежнему живо, став нашей личной жизнью, видоизменяясь при необходимости в обыкновенную основу ткани. Вспоминать то, что было, возвращаясь к сложной теме, затронутой в начале повествования, если бы я задействовал не непроизвольную память. Мое знакомство с мадемуазель де Сен-Лу произойдет сейчас у госпожи Вердурен. Какое очарование скрыто для меня в мыслях о наших поездках с той самой Альбертиной, послужить заменой которой я попрошу сейчас мадемуазель де Сен-Лу в трамвайчике к Довилю на пути к госпоже Вердурен, той самой госпоже Вердурен, что связала и разорвала до моей любви к Альбертине любовь дедушки и бабушки мадемуазель де Сен-Лу. Каждый из нас был полотном того Эльстира, который представил меня Альбертини. И чтобы прочнее славить мое прошлое, госпожа Вердурен, как и Жильберта, вышла замуж за одного из германтов. Мы не смогли бы рассказать о наших связях с человеком, даже если бы плохо его знали, не сменяя одно за другим самые разные места нашей жизни. Так что каждый индивид, и сам я был одним из них, определялся бы для меня длительностью обращения, совершенного им не только вокруг самого себя, но и вокруг других, и особенно положениями, последовательно занятыми относительно меня. Конечно, все эти различные плоскости, следуя которыми время, стоило мне охватить его на этом празднестве, расположило мою жизнь, наведя меня на мысль, что в книге, которая призвана рассказать об одной жизни, следовало бы использовать в противоположность планиметрической психологии, употребляемой обычно своего рода психологию пространства, сообщали свежую красоту воскрешением, произведенным моей памятью, пока не выйдя еще из библиотеки, я размышлял в одиночестве, поскольку память, вводя прошлое в настоящее без изменений таким, каким оно было тогда, когда было настоящим, и упраздняет этот огромный разрыв во времени, следуя которому осуществляется жизнь. Своего рода психологию пространства мысль выражена витиевато, но в сущности проста. При описании следует исходить не из психологии персонажа, автора доктрины объективности, изобретаемой нами по ходу, но учитывать сразу все эти плоскости, пришедшие в соприкосновение искрежета и искажения которых и рождается секунда. Я увидел, что идет Жильберт. Для меня и женитьба Сен-Лу и мысли, тогда меня занимавшие, такими и остались до этого утра, словно это было вчера, и мне странно было увидеть рядом с ней девочку лет шестнадцать, высокая фигурка которой определяла то расстояние, которого я не хотел замечать. Бесцветное и неощутимое время материализовалось в ней, чтобы я мог увидеть ее, как бы прикоснуться к ней, оно лепило ее как скульптуру, тогда как параллельно надо мной оно лишь, увы, проделало свою работу. Так или иначе, мадемуазель де Сен-Лу стояла передо мной. У нее были глубоко посаженные подвижные глаза. Ее хорошенький нос слегка был вытянут в форме клюва и искривлен, но не как нос Свана, а как нос Сен-Лу. Душа этого германта испарилась, но очаровательная голова с острыми глазами летящей птицы красовалась на плечах мадемуазель де Сен-Лу, отчего знавшие ее отца, глядя на нее, погружались в долгие воспоминания. Она мне показалась прекрасной. Еще полная надежд, смеясь, погруженная в те годы, что были утрачены мною, она олицетворяла собой мою юность. Меня поразило, что ее нос, вылепленный словно по мерке носа матери и бабушки, кончался как раз этой совершенно горизонтальной линией, великолепной, хотя и несколько длинноватой. черта столь особенная, что благодаря ей только и можно было бы, увидев лишь эту черту, узнать одну статую из тысяч. И меня восхитило, что природа остановилась именно здесь, для внучки, как для матери и бабушки, совершив, будучи великим своеобразным скульптором, этот мощный и точный удар резца. Наконец мысль о времени приобрела для меня последнюю ценность. Она стала стрекалом. Она говорила мне, что пора начать, если я хотел достигнуть предчувствованное мною несколько раз, в коротких озарениях в стороне германтов, в коляске на прогулках с госпожой Виль Паризи, благодаря которым я считал жизнь достойной того, чтобы ее проживать. Сколь же более достойной она предстала мне теперь, когда оказалась видимую лишь в потемках, стало возможным прояснить ее, беспрерывно искажаемую, привести к истине, одним словом, осуществить в книге. Сколь счастлив будет тот, думал я, кто смог бы написать такую книгу. Какая задача стоит перед ним, чтобы оформить идею книги, следовало задействовать связи самых возвышенных и различных искусств. Такой писатель, который явил бы к тому же в каждом характере самые разные лица, чтобы объемно показать их, должен будет готовить свою книгу кропотливо, постоянно перегруппировывая силы, как при наступлении, пережить ее как тяготу, принять как устав, построить как церковь, быть ее приверженцем как режима, преодолеть как препятствие, завоевать как дружбу, напитать как дитя, творить как мир, не оставляя в стороне чудеса, объяснения которых таится, вероятно, только в иных мирах, предчувствия которых беспокоят нас сильнее всего в жизни и в искусстве. В таких великих книгах есть части, которые хватит времени лишь набросать, и, наверное, они никогда не будут закончены. Все из-за того же размаха замысла Творца. Сколько великих соборов так и остались незавершенными. Ее вскармливают, укрепляют ее слабые стороны, защищают, но затем она растет сама и указывает на нашу могилу, защищает ее от молвы и на некоторое время забвения. Но, возвращаясь к себе самому, я с большей скромностью думал о своей книге, и нельзя сказать, подразумевая тех, кто ее прочтет, что я думал о моих читателях. Мне кажется, они будут не моими читателями, а читателями самих себя, потому что моя книга лишь что-то вроде увеличительного стекла, вроде тех, что выдает покупателю комбрейский оптик. С моей книгой я открою им средства читать в себе. Так что я не напрашивался бы на хвалы и хулы, я только хотел бы, чтобы они сказали мне тоже ли это, и слова, какие они читают в себе, те же ли, что и написанные мною. К тому же, возможно, с этой точки зрения расхождения не всегда будут объясняться моими заблуждениями, но подчас и особенностью взгляда читателя, тем, что они могут оказаться не из числа тех, кому моя книга подошла бы для чтения в себе. И, поминутно изменяя эти связи, сообразно тому, как лучше, вещественней я представлял труд, которому придамся. Я думал, что за моим большим белым деревянным столом, за которым присматривала Франсуаза, так как все непритязательные люди, живущие подли нас, как-то интуитивно понимают наши задачи, и я настолько забыл Альбертину, чтобы простить Франсуазе то, что она сделала против нее, я работал бы рядом с ней, и работал бы почти как она, по меньшей мере, как она работала раньше, ибо она так постарела, что ничего уже не видела, ибо, подшивая еще один лист, я выстраивал бы свою книгу, не скажу чистолюбиво, как собор, но просто как платье. Если бы у меня не было, как выражалась Франсуаза, моих бумажных завалов, мне недоставало бы как раз того, что мне было необходимо. Франсуаза лучше всех поняла бы мое раздражение. Она, говорившая всегда, что не может шить, если у нее нет именно тех ниток и пуговиц, которые нужны. И к тому же, так долго живя со мной под одной крышей, она выработала в себе какое-то инстинктивное понимание литературной работы, более точное, чем у многих умных людей, с тем более полным основанием, чем понимание глупых. Так, когда я писал статью для Фигаро, пока наш старый дворецкий со своего рода сочувствием всегда несколько преувеличивающим тяжесть непрактикуемой, непонятной ему работы и даже незнакомой к ней привычки, подобно людям, говорящим вам, как должно быть, чихание вас утомляет, искренне жалел писателей, говоря, какая же это должно быть головоломка, Франсуаза же, напротив, угадывала мое счастье и уважала мою работу. Ее сердило разве, что я раньше времени рассказываю о своей статье Блоку, опасаясь, как бы он не опередил меня, говоря, вы слишком доверяете таким людям, это же копиаторы. И Блок действительно мгновенно предоставлял себе ретроспективное алиби каждый раз, как находил интересным то, что я ему набросал, говоря, надо же, как любопытно, я сделал что-то почти такое же, надо бы мне тебе это прочитать, что было, однако, покамест невозможно, потому что он напишет это лишь сегодня вечером. По мере того, как я склеивал листы бумаги, Франсуаза называла ее бумажищей, она то и дело рвалась, в случае чего не помогла бы мне Франсуаза, скрепив их так же, как она оставила заплату на свои изношенные платья, как на окно кухни, когда ожидала стекольщика, как я печатника, она наклеивала кусок газеты вместо разбитого стекла. Франсуаза говорила мне, показывая источенные, как дерево, тетради, где завелись насекомые, вы посмотрите, все моль побило, как обидно-то, и весь краешек страницы изъеден, и, осмотрев ее, как портной добавляла, кажется, починить ее я не смогу, с ней уж все кончено, ах, как жаль, может быть, там были ваши лучшие мысли, как говорят в Комбре, нет такого старьевщика, что разобрался бы с тканью, как моль, она заводится в самых лучших материях. Впрочем, подобно тому, как особые образы человеческие и другие в книге, составленные из бесчисленных впечатлений, полученных от многих девушек, многих церквей, многих сонат, и служат воссозданию одной сонаты, одной церкви, одной девушки, не составлю ли я мою книгу примерно так, как Франсуаза тушила говядину, оцененную по достоинству господином де Норпуа, подливу которой обогащали столько соединенных отборных кусочков мяса. После сравнения с доброй дворнягой, которой настолько привыкли, что считают членом семьи, кажется, главный герой уже не найдет в душе слов большей доброты любви к человеку. Мораль такова, что писатель, работая, находит в своем труде много общего с трудом людей, занимающихся другими делами. Отметим, что от этих словословий отдает легкой усталостью. И я осуществил бы наконец то, о чем так мечтал гуляя в стороне германтов, что казалось мне невозможным, как казалось невозможным, что можно привыкнуть перед сном не целовать маму, или позднее привыкнуть к мысли, что Альбертина любит женщин мысли, с которой в конце концов я стал жить, даже не замечая ее присутствия. Ибо величайшие наши страхи равно и надежды быть может выше наших сил, но в конце концов мы преодолеваем одни и осуществляем другие. Мысль о времени, только что проясненная мною, указывала, что пора приняться за работу. Было самое время, но и это оправдывало тревогу, охватившую меня, едва я вошел в гостиную, где загримированные лица дали мне понять, сколько времени истекло. Хватит ли мне его, да и в состоянии ли я? У духа свои виды, но их созерцание позволено лишь в ограниченный отрезок времени. Я жил как художник, взбирающийся по тропинке над озером, и завеса скал и деревьев скрывала от меня целый вид. В проеме художник видит, что искал. Перед ним расстилается озеро, и он берется за кисть. Но наступает ночь, и рисовать больше нельзя, а вслед за ней день уже не наступит. Прежде всего, раз я еще не приступал, меня могло встревожить, даже хотя я и рассчитывал, ведь я был не слишком стар, что впереди есть еще несколько лет, что мой час мог пробить через минуту. На деле следовало исходить из того, что мне дано тело, то есть, что я постоянно подвергаюсь двойной опасности внешней и внутренней. Я так говорю лишь для удобства выражения, ибо внутренняя опасность, вроде кровоизлияния в мозг, исходя от тела, в той же мере внешняя. И в том, что дано тело заключена большая опасность для духа, мыслительной человеческой жизни, о которой, наверное, невозможно столько говорить, как о чудесном совершенстве животной и физической жизни, как о ее в пределах организации духовной жизни несовершенстве, что она пребывает еще в том же зачаточном виде, как сообщество колонии полипов, как тело кита, и так далее. Тело заточает дух в крепости. Скоро крепость осадят со всех сторон, и дух вынужден будет сдаться. Но дабы удовольствоваться разграничением угрожающей духу опасности на два вида, я, начав с внешней, вспомнил, что уже частенько в жизни мне приходилось в моменты интеллектуального возбуждения, когда какое-то обстоятельство приостанавливало во мне всю физическую деятельность, например, когда я покидал в коляске слегка навеселе ревбельский ресторан, отправившись в какое-нибудь казино поблизости, очень четко ощущать в себе тогдашнюю конечную мысль, понимать, что от чистой случайности зависело не только оформление этой мысли в конечную, но и то, чтобы она не была тотчас уничтожена вместе с самим телом. Тогда я мало об этом беспокоился. Мое ликование не было ни осмотрительным, ни тревожным. Меня не волновало то, что эта радость кончится через секунду и уйдет в небытие. Теперь все переменилось. Дело в том, что счастье, испытанное мною, шло не от чисто субъективного напряжения нервов, разобщающего нас с прошедшим, но, напротив, от растяжения духа, в котором воссоздавалось, актуализировалось прошлое, сообщая мне, увы, ненадолго, значение вечности. Я завещал бы последнюю тем, кого обогатило бы мое богатство. Конечно, в испытанном мною в библиотеке, в том, что я хотел бы сохранить, заключалось еще и удовольствие, но оно было не более эгоистично, или, по меньшей мере, его эгоизм был таков, ибо любой плодотворный естественный альтруизм развивается по эгоистическому пути, а неэгоистический альтруизм человека бесплоден, это альтруизм писателя, прерывающего работу ради встречи с несчастным другом, исполнение общественной задачи, написание пропагандистских статей, что он был полезен другим. Я не был более равнодушен, как на пути из Ревбеля, я ощущал себя производным от произведения, которое нес в себе, словно что-то драгоценное, хрупкое, доверенное мне, и которое я хотел передать по назначению. «Теперь я чувствовал себя носителем произведения, но это делало происшествие, в котором я нашел бы смерть более ужасным, даже в той мере, в какой это произведение оказалось мне необходимым и долговечным, абсурдным, противоречащим моему желанию, порыву моей мысли, но от этого не менее возможным, поскольку, как случается каждый день в самых простых происшествиях жизни, когда, в то время как сильнее всего желаешь не разбудить спящего друга, графин, поставленный слишком близко к краю стола, падает и будет его, происшествия, объясняясь материальными причинами, вполне могут произойти и в том случае, если самые разные желания, которые они, не ведая того, разрушат, противятся им всеми силами. Я прекрасно знал, что мой мозг был рудным месторождением, что оно было необъятно, и его залежи были разнообразны и драгоценны. Но есть ли у меня время воспользоваться им? Я был единственным человеком, способным это сделать, по двум причинам. С моей смертью испарился бы не только единственный шахтер, способный извлечь эти минералы, но и сами залежи. Однако сейчас, когда я пойду домой, хватило бы столкновения авто, в которое я сяду с каким-нибудь другим, чтобы тело мое разрушилось, а дух, из которого ушла бы жизнь, навсегда оставил новые идеи, которые в этот момент, уже не успевая прояснить в книге, он тоскливо прикрыл бы своей дрожащей плотью, щетно их заслоняя. Однако по странному совпадению эта обоснованная боязнь опасности родилась во мне, стоило лишь мне стать безразличным к мысли о смерти. Некогда боязнь не быть больше собой приводила меня в ужас, в каждой любовной истории, пережитой мною, с Жильбертом и Альбертиной, ибо для меня была непереносима мысль, что существо, влюбленное в них когда-нибудь больше не будет существовать. И это было своеобразной смертью. Но, повторяясь, эти страхи неизбежно сменялись мудрым спокойствием. Могло обойтись и без повреждения мозга. Его симптомы, ощущаемые мной, некоторой пустотой в голове, забвением всего, о чем я вспоминал теперь лишь случайно, как, убираясь, находят предмет, о котором забыли даже, что его нужно было найти, превращали меня в скопидома, дырявый сейф которого позволял постепенно утекать богатством. Одно время существовало я, оплакивавшая потерю богатств, противившихся ей, но вскоре я почувствовал, что память, исчезая, прихватывает и это я. Если мысль о смерти в те времена, как мы помним, омрачала мою любовь, то давно уж вспоминание о любви избавило меня от страха смерти, ибо я понимал, что умирать не что-то новое, что напротив, уже в детстве я многократно умер. Стоит вспомнить и нечто совсем недавнее, не дорожил ли я Альбертиной больше жизни. Мог ли я тогда представить себя забывшего о своей любви к ней? Однако теперь я не любил ее, я больше не был человеком, любившим ее, я стал человеком ее, не любившим, я перестал ее любить, став другим. Однако тот факт, что я стал другим, что я больше не люблю Альбертину, не причинял мне страданий. И, конечно, от того, что я расстанусь когда-нибудь с телом, я никоим образом не мог испытывать больше грусти, как некогда от того, что разлюблю Альбертину. Вероятно, здесь имеется в виду, что некоторые чувства сильнее других сторон нашей личности, и если мы, испытывая их, подумаем, что они когда-нибудь могут умереть, у нас не вызывает сомнения, что, будучи столь сильными по сравнению с нами, они умрут после нас. И, однако, сколь безразлично было мне то, что я больше ее не люблю. Эти последовательные смерти, столь пугающие я, которые они должны были уничтожить, столь безразличные и безвредные, стоило им наступить, как тот, кто опасался их, больше ничего не чувствовал. Они показывали мне спустя некоторое время, сколь глупо было страшиться смерть. Однако, теперь, когда она стала мне безразлична, я вновь стал страшиться ее, но, правда, по-иному, боясь не за себя, но за книгу, ведь для ее рождения, по крайней мере, некоторое время, это жизнь, которой угрожала столько опасностей, была необходима. Виктор Гюго сказал, необходимо, чтоб трава росла, чтоб дети умирали. Гюго, созерцание, книга, четвертая. Я утверждаю, что жесток закон искусства, по которому люди умирают, и мы умрем, испив до дна чашу страданий, чтобы проросла трава, не забвения, но вечной жизни. Густая, плодоносная трава искусства, на которой грядущее поколение устроит веселый, не беспокоясь о тех, что спят под нею, завтрак. Я говорил о внешних опасностях, но есть опасности внутренние. Если бы я и был избавлен от несчастного случая, кто знает, не помешает ли мне воспользоваться этим освобождением какое-нибудь внутреннее несчастье, какая-нибудь катастрофа, могущая произойти до того, как истечет время, необходимое для написания этой книги. Я вернусь сейчас домой Елисейскими полями, и кто скажет мне, что меня не поразит та же болезнь, что и мою бабушку, когда она вышла со мной на прогулку, не подозревая, что эта прогулка окажется последней, пребывая в обычном неведении, а стрелки, подошедшие как раз к неведомой точке, где дернувшая пружина механизма, прозвонит наш час. Может, страх от того, что предшествующая первому удару часов минута уже почти истекла, и они вот-вот зазвонят, боязнь удара, который сейчас сокрушит мой мозг, была каким-то предчувствием того, что это и случится, как озарение в мерцающем сознании, говорящие о том, что артерии мозга вот-вот не выдержат напряжения. Это столь же вероятно, как внезапное узнавание смерти, случившееся у раненых, которые, хотя медик и желание жить пытаются обмануть их, говорят, предвидя грядущее, я сейчас умру, я знаю, и пишут женам последнее прости. И действительно, в то время, как я еще и не принялся за мою книгу, произошло нечто необычное, предвосхищенное таким предчувствием, нечто такое, о чем я не мог и помыслить. Как-то я пошел на прием. Там нашли, что я выгляжу лучше, чем раньше. Удивлялись, что мои волосы черны. Но я чуть было трижды не упал, спускаясь по лестнице. Я вышел лишь на два часа, но когда вернулся, почувствовал, что во мне нет ни памяти, ни мысли, ни сил, ни жизни. Приди в тот момент ко мне кто-то, чтобы поговорить, провозгласить королем, схватить, арестовать, я бы все позволил, не говоря ни слова, не открывая глаз, как люди, в такой степени пораженные морской болезнью, когда пересекают Каспийское море, что они были бы не в состоянии оказать даже слабого сопротивления, если бы им сказали, что сейчас их выбросят за борт. Собственно говоря, я не был болен, но я чувствовал, что более ни на что не способен, как то бывает со стариками, только что подвижными, которые, сломав бедро или получив несварение, некоторое время еще могут вести существование, не вставая с постели, только теперь их жизнь всего лишь более или менее долговременное приуготовление к смерти, отныне неотвратимой. Одно из моих «я», то, что ходило когда-то на варварские пиры, называемые ужинами в городе, где для мужчин в черном и полуобнаженных оперенных женщин все ценности были настолько опрокинуты, что кто-либо из приглашенных, не пришедший на ужин или пришедший лишь к горячему, казался чуть ли не преступником, в то время как аморальные поступки, о которых на таких ужинах говорили с той же легкостью, с какой вспоминали о чьей-то смерти, и смерть или тяжелые заболевания были единственно извинительны для тех, кто не пришел при условии, если вы заблаговременно предупредили, что умираете, чтобы в 14-м пригласили кого-либо другого, это «я», сохранив угрызение совести, утратило память. Зато воспоминаниям предавалось другое «я», замыслившее произведение. Я получил тогда приглашение от госпожи де Моле и узнал, что умер сын госпожи Сазра. Я решился потратить один из тех часов, после которых больше не мог произнести ни слова, ибо язык был обездвижен как бабушка в агонии, и даже выпить молока на извинения госпожи де Моле и соболезнования госпожи Сазра. Но спустя несколько мгновений забыл, что должен делать. Блажен забывчивый, ибо память о произведении оставалась при мне, и вот-вот должна была начать отсчет часа бессмертия, выпавшего на мою долю. К несчастью, когда я взял тетрадь, собираясь писать, карточки приглашения от госпожи Моле мелькнули передо мной. Тотчас я, забывчивая, но возобладавшая над другим, как это случается у всех разборчивых в пище варваров, оттолкнула тетрадь и застрочила госпожи Моле. Она, правда, зауважала бы меня сильнее, если бы узнала, что своим занятием я предпочел ответ на ее приглашение. Неожиданно слово из моего ответа напомнило мне, что госпожа со зра потеряла сына, и я написал и ей, а затем, пожертвовав реальным долгом искусственной обязанности проявлять вежливость и чувствительность, упал без сил, закрыл глаза и еще неделю приходил в себя. Однако, если никчемные обязанности в жертву, которым я готов был принести истину, спустя несколько минут исчезали из моей памяти, мысль о творчестве не оставляла меня ни на мгновение. Я не знал, станет ли произведение церковью, где верующие мало-помалу приобщаются к истинам, открывая гармонию, большой общий план, или же оно останется рукописью друидов, хранящиеся в скале на каком-нибудь острове. Сооружением, в котором никто никогда не бывает. Но я решил посвятить ему силы, нехотя иссякавшие, словно оставляя мне время на то, чтобы, когда окружность будет описана, закрыть гробовую дверь. Вскоре я смог показать несколько набросков. Никто ничего в них не понял. даже выказывавшие благосклонность к моему пониманию истин, которые я наконец решился запечатлеть в храме, поздравляли меня с тем, что я нашел их под микроскопом, тогда как я использовал телескоп, чтобы разглядеть предметы, пусть и кажущиеся крошечными, но лишь потому, что они расположены от нас на огромном удалении, и каждый заключает в себе целый мир. Когда я искал общие законы, говорили, что я копаюсь в деталях. Впрочем, к чему я этим занялся? В молодости я проявлял одаренность. Бергот назвал написанные мной в университете страницы совершенными. Отсылка к первому произведению автора «Утехи и дни». Но вместо того, чтобы работать, я жил в праздности, предаваясь удовольствиям, болея, жил в хлопотах, причудах и принялся за работу накануне смерти, ничего не смысля в своем ремесле. Я больше не находил в себе сил исполнять светские обязанности, равно как и свой долг относительно своих идей и произведения, а еще менее и то и другое разом. Что до первых я забывал писать письма и тому подобное, и это слегка упрощало мою задачу. Здесь в рассказе героя проскальзывает что-то от личных мыслей автора. За свою жизнь Пруст написал очень много писем. Уже напечатано 18 томов, ожидаются другие. Но внезапно на исходе месяца я вспомнил по ассоциации о своих угрызениях совести и был удручен чувством бессилия. Меня удивляла моя к тому безучастность. Но дело в том, что с того дня, как у меня задрожали ноги, пока я спускался с лестницы, я стал безразличен ко всему. Я жаждал лишь покоя, ожидая великого покоя, который в конце концов должен был наступить. И не потому, что я рассчитывал на большой успех, который, казалось, после моей смерти, должно было снискать мое произведение. Я был безразличен к голосам лучших людей нашего времени. Те, кто придет после моей смерти, могут думать все, что им угодно. Это меня беспокоило меньше всего. В действительности, если я думал о произведении, а вовсе не о письмах, дожидавшихся ответы, то не от того, что находил существенные отличия между двумя этими вещами, как во времена моей лености, и затем уже в ходе работы, вплоть до того дня, когда мне пришлось схватиться за лестничные перила. Организация моей памяти интересов была завязана на произведении, может быть, потому, что если полученные письма забывались мною спустя мгновения, мысль о произведении, всегда неизменная, пребывала в вечном становлении. Она также стала мне надоедать. Она была для меня словно сын, о котором умирающая мать должна тяготясь беспрерывно тревожиться между банками и уколами. Может быть, она еще любит его, но ей об этом напоминает лишь тягостная обязанность заботиться о нем. Мои писательские силы уже не были теми же, что и эгоистические потребности произведения. С того дня на лестнице ничто в мире, никакое удовольствие от дружбы с людьми, никакие успехи в работе, надежда славы, больше не достигали меня. А если и достигали, то как бледное большое солнце, которое не смогло бы уже не согреть, не заставить жить, не вызвать хоть какое-нибудь желание. И еще, сколь бы ни было оно тусклым, оно блестело слишком ярко для моих глаз, которым лучше было закрыться, и я отворачивался к стене. Мне кажется, насколько я могу ощутить движение своих губ, я слегка улыбнулся уголком рта, когда одна дама написала мне, я очень удивилась, не получив ответа на свое письмо. Тем не менее, это напомнило мне ее письмо, и я ей ответил, мне хотелось, дабы меня не сочли неблагодарным довести свою теперешнюю любезность до уровня любезности, выказанной ко мне другими. И я был раздавлен, наложив на свое организирующее существование сверхчеловеческие тяготы жизни. Несколько помогало мне потеря памяти, нанося удары по моим обязанностям. Их заменило мое творчество. Мысль о смерти окончательно обосновалась во мне, как раньше мысль о любви. Не то, чтобы я любил смерть, я ее ненавидел, но, быть может, после того, как я стал размышлять о ней время от времени, как о женщине, которую мы еще не полюбили, мысль о ней всецело внедрилась в самые глубокие пласты мозга. Я не мог заняться ни одним предметом до тех пор, пока он не пересекал мысли о смерти. И даже если я не занимался ничем и оставался в полном покое, мысль о смерти составляла мне такую же неизменную компанию, как мысль о себе. Я не думаю, что в тот день, когда я наполовину омертвел, именно ряд случайностей, невозможность спуститься по лестнице, вспомнить имя, подняться, привели меня, хотя и неосознанно, к мысли о смерти, к тому, что я уже почти мертв. Скорее, все это пришло вместе, и огромное зеркало духа по необходимости отражало новую реальность. Тем не менее, мне не было ясно, каким образом кто-нибудь, не подозревая о том, может, через пережитые мною болезни прийти к окончательному концу. Но тогда я подумал о других, о всех тех, кто ежедневно умирает, так что зазор межи их болезнью и смертью не кажется нам необычным. Я подумал к тому же, что если некоторые недомогания и не казались мне смертельными, то лишь потому, что я даже больше, чем сквозь преломляющую призму надежды, смотрел на каждого из них изнутри, хотя и верил в свою смерть, подобно тем, кто лучше других знают, что смертью дверей, но также легко уверяются, что если им не удается произносить некоторые слова, это не имеет ничего общего с ударом, афазией и так далее, а связан лишь с усталостью языка, нервным состоянием, подобным заиканию, с истощением, ставшим последствием несварения. Я все-таки должен был написать что-то другое, более долговечное, и это могло послужить не одному мне. Такое произведение нужно писать долго. Днем, самое большее, я пытался бы уснуть. Если бы я и работал, то лишь ночью. Но мне нужно было много ночей. Может сто, тысячу. И я жил бы, тревожась, не зная утром, когда прерывал бы свой рассказ, отложит ли повелитель моей судьбы, не столь снисходительный, как султан Шахрияр, мой последний вздох, позволит ли он продолжить рассказ следующим вечером. Султан Шахрияр, муж Шахерезады, первый человек, ознакомившийся с тысячью и одной ночью. Не то, чтобы я рассчитывал хоть в чем-нибудь повторить «Тысячу и одну ночь» или мемуары Сен-Симона, также писавшиеся ночью, или какую-нибудь из любимых мною книг, привязавшись к которым по детской наивности, как к любовным чувствам, я не в силах был без ужаса представить себе произведение от них отличное, «Но как Эльстир воссоздал Шардена, нельзя воссоздать то, что любишь, не расставшись с этим. Наверное, мои книги тоже как живая плоть, в конце концов умрут. Надо покориться смерть. Смиряешься с тем, что через десять лет тебя самого, а через сто лет твоих книг уже не будет. Вечная жизнь не суждена книгам так же, как и людям. Может быть, это была бы такая же длинная книга, как «Тысяча и одна ночь», только совсем другая. Наверное, когда мы влюблены в произведения, хочется создать нечто подобное. Но следует жертвовать приходящей любовью и думать не о своих пристрастиях, но только об истине, которая не спрашивает о наших предпочтениях и запрещает думать о них. И только если мы следуем ей одной, мы иногда вдруг понимаем, что рассказываем то, от чего сбежали и написали, забыв про них арабские сказки или мемуары Сен-Симона своей эпохи. Но было ли еще у меня время? И не было ли слишком поздно? Я спрашивал себя не только есть ли еще время, но и в состоянии ли я. Болезнь, заставившая меня, как грубый духовник, умереть для света, сослужила мне службу, ибо если посеянное пшеничное зерно не умрет, оно останется одно, но если умрет, принесет много плода. эта болезнь после того, как леность хранила меня от легкомыслия, теперь будет возможно оберегать меня от лености. Она поглощала мои силы, и, как я заметил уже давно, как раз тогда, когда разлюбил Альбертину силы моей памяти. Ибо если посеянное пшеничное зерно не умрет и так далее, Пруст по памяти приводит текст Евангелия от Иоанна глава 12 стих 24 Но воссоздание памятью впечатлений, которое надлежало затем углубить, осветить, преобразить в духовные эквиваленты, не было ли одним из условий, если не самой основой произведения искусства такого, каким оно представлялось мне еще в библиотеке? Преобразить в духовные эквиваленты, буквально эквиваленты ума, то есть следует превратить впечатление и то, что им предшествовало, в идеи. «О, если бы у меня были силы, те силы, что еще не оставили меня в тот воскрешенный мной вечер, когда я увидел Франсуала Шампи! Ведь к тому вечеру, когда отреклась моя мать, восходит медленная смерть бабушки, закат моей воли и здоровья. Все определилось в ту минуту, когда не в силах переносить боли ожидания завтрашнего дня, чтобы прикоснуться губами к лицу матери, я решился, спрыгнул с кровати и в ночной рубашке подбежал и приник к окну, откуда лился лунный свет, пока не услышал, как уходит сван. Мои родители проводили его, я слышал, как открывается калитка, как раздается звон колокольчика, калитка закрывается. Тут я неожиданно понял, что если бы у меня были еще силы воплотить мое произведение, этот утренник, который внушил мне разом и его идею, и боязнь не успеть ее осуществить, прежде всего, несомненно, запечатлит для меня форму, некогда предчувствованную в Комбрейской церкви, остающуюся обычно невидимой форму времени. Конечно, существует много других обманов для чувств, искажающих реальный облик этого мира, что мы и видели на различных примерах в этом повествовании. В конце концов, в крайнем случае, я смог бы в самом точном переложении, какое попытаюсь создать, не переставляя звуков, воздержаться от того, чтобы отделить их от причины, что их породило, подле которой рассудок задним числом их располагает. Ведь если я заставлю дождь петь свою тихую песнь в комнате и потопом низвергаться во дворе типящий отвар, должно быть, это передаст всего лишь обычный прием художников, когда они изображают, сообразно законом перспективы, очень близко или далеко от нас яркие цветовые пятна, и сперва обманчивый взгляд покажет их нам как парус или пик, а затем рассудок переместит их и подчас на огромные расстояния. Я мог бы, хотя обман тут больше, и далее, как это принято, наделять лицо прохожей отдельными чертами, в то время как вместо носа, щек и подбородка на нем ничего не должно быть, кроме пустой породы, на которой самые большие играют отцвет наших желаний. И даже если у меня и не хватит времени подготовить, что гораздо важнее, сотню масок, которые подошли бы к тому же лицу, даже если бы они были только проекцией смотрящих на него глаз, чувства, прочтенного ими в этих чертах, и для тех же глаз, плодом надежды и страха или напротив любви привычки, скрывающих на протяжении тридцати лет изменения, связанные с возрастом, даже, наконец, если бы я не взялся, без чего, как показала мне связь с Альбертиной, все искусственно и ложно, за изображение некоторых лиц не извне, но изнутри, когда малейшие их движения могут привести к смертельным пагубам, и не перекрашивал бы цвет морального неба, сообразуясь с давлением чувствительности или простым облачком опасности, которые, взволновав безмятежную уверенность, сильно умалявшую предмет, в мгновение ока раздувает его величину, если бы я не мог привнести эти и множество других изменений, необходимость которых, если мы собираемся изображать реальность, может возникнуть в ходе рассказа, в транскрипцию Вселенной, подлежавшей полному переписыванию, то по меньшей мере я не упустил бы случай описать, как человек, обладающий длиной не только тела, но и лет, вынужден задача все более и более трудная, которая в конце концов сломит его, волочить их за собой, перемещаясь в пространстве. в транскрипцию Вселенной, оно же запись Вселенной, полному переписыванию, буквально полной перерисовки заново. Впрочем, все чувствуют, что мы занимаем беспрерывно расползающееся по времени место, и такая всеобщность могла лишь радовать меня, поскольку эту истину, подозреваемую каждым, мне предстояло истолковать. Место, занятое нами во времени, не только ощущается всеми, но даже самые простые люди способны определить его на глаз, как они определили бы наше место в пространстве, поскольку и не особо проницательный человек, встретив двух незнакомых мужчин, даже если у обоих черные усы или оба гладко выбриты, скажет, что одному из них двадцать, другому сорок лет. Конечно, в этой оценке мы зачастую ошибаемся, но то, что она возможно, показывает, что мы воспринимаем возраст как нечто измеримое. И действительно, добавленные второму мужчине двадцать лет имеют большое значение. Если у меня и было теперь твердое намерение вывести именно это представление о набежавшем времени, неотделимых от нас истекших годах, то все дело в том, что даже в эти минуты в гостях у принца де Германта шум шагов моих родителей, провожающих свана, мерцающий, металлический, неистащимый, заливистый и бодрый звон колокольчика, возвестивший наконец, что сван ушел, что мама сейчас поднимется, я все еще слышал их, я слышал, какими они были, их, покоившихся, однако, в таком далеком прошлом. Тогда, при воспоминании о множестве событий, поневоле разместившихся между мгновением, когда я услышал их, и утренником у германтов, меня испугала мысль, что это был все тот же колокольчик, все звеневший во мне, что я ничего не могу изменить в его прерывистой трели, и поскольку я плохо помнил, как она прервалась, чтобы повторить ее, расслышать, мне было необходимо больше не слышать болтовни, которые маски завели вокруг меня. Я должен был спуститься в себя, чтобы попытаться получше его расслышать. Значит, во мне всегда таился этот колокольчик, равно как меж ним и этим мгновением безгранично развернувшееся прошедшее, и я не знал, что несу его в себе. Когда он прозвенел, я уже жил, и с тех пор, чтобы слышать этот звон, необходимо было, чтобы не было прерывности, чтобы я ни на секунду не прекращал существовать, думать, обладать мыслью о себе, поскольку это давнее мгновение держалось за меня, чтобы я еще мог к нему вернуться, глубже погрузившись в себя. И именно от того, что человеческие тела нагружены часами прошлого, они могут причинить столько зла тем, кто их любит, потому что в них заключены бесчисленные воспоминания о радостях и желаниях уже неразличимых для глаз, но слишком ярких для того, кто созерцает и удлиняет во времени любимое тело, ревнуемое им, ревнуемое до того, что он хотел бы его разрушить. Ибо после смерти время покидает тело, и воспоминания, столь незначительные и блеклые, уже изгладились в той, которой больше нет. Они изгладятся скоро и в том, кого еще мучат и в ком в конце концов погибнут, когда желание живого тела больше не сможет затеплить их жизнь. Я почувствовал усталость и страх, представив, что все это такое длинное время было не только беспрерывно прожито, продумано, выделено мной, что оно было моей жизнью, мной самим, но еще и то, что я ежеминутно должен был держаться за него, чтобы оно несло меня, сгромоздившегося на его головокружительную вершину, и я не мог двинуться, не переместив ее. Точка, в которой я услышал звон колокольчика в Комбрейском саду, столь далекая, и тем не менее находящаяся внутри меня была ориентиром в этих бескрайних величинах, хотя я и не знал, что она есть. У меня закружилась голова, когда я увидел внизу и одновременно в себе, как если бы во мне заключалась неисчислимая высота столько лет. Я тотчас же понял, почему герцог Дегермант, восхитивший меня своей моложавостью, хотя его ноги попирали гораздо больше лет, чем мои, пока местон сидел на стуле, встав и попытавшись устоять на колеблющихся ногах, затрясся, подобно некоторым старым архиепископам, у которых если и есть что-то прочное, то лишь металлический крест, к коим устремляются крепкие юные семинаристы. И не смог даже ступить, не дрожа как лист, по непроходимой вершине восьмидесяти трехлетия, словно люди стоят на постоянно растущих, подчас выше колоколен, живых ходулях, отчего, в конце концов, передвижение становится трудным и опасным, и они падают. Не от того ли несведущим глазам было так трудно спутать лица людей, определенного возраста, с лицами молодых, проступившими сквозь них как облака. Меня ужаснуло, как высоки мои года, и мне показалось, что недолго я смогу еще удерживать это прошлое, знавшее такие глубины. Все-таки, если мне отпущено достаточно сил, чтобы исполнить мою работу, то прежде всего я опишу людей, даже если в результате они будут походить на монстров. Я опишу их, занявшими такое значительное место, наряду со столь ограниченным, отведенным им пространством, место, безмерно растянутое, ибо они касаются синхронно, как гиганты, погруженные в года, самых удаленных эпох, меж которых может уместиться столько дней во времени. Конец книги. Апрель 2000 года. Читал Евгений Терновский. От редактора. Читателю, раскрывшему эту книгу, нет нужды напоминать, что Марсель Прус 1871-1922, крупнейший французский писатель, оказавший существенное влияние на всю литературу XX века. Мировую славу принес ему цикл романов под общим названием «В поисках утраченного времени», который начал выходить во Франции в 1913 году. Напомним, что первым был роман «В стороне свана». В переводе любимого он называется «По направлению к свану». Затем последовали «Под сенью девушек в цвету» 1919, «Пленница у германтов» 1921, «Содом и гаморра» 1922, «Беглянка» 1925 и «Обретенное время» 1927. Последние романы были опубликованы уже после смерти писателя. Выход в свет перевода на русский роман «Обретенное время» как видим отделяет от первой публикации этого произведения во Франции, а также от издания у нас первого тома цикла 1928 год расстояние более чем в 70 лет. В этом нельзя не усмотреть причуду времени, о котором так много говорится в романе и течение которого не имеет никакого отношения к привычной хронологии, а осуществляется через эволюцию сознания героя. Время попросту зависит от чувств и состояния человека. Должно быть именно эволюцией наших чувств и нашего сознания, произошедшее за эти 70 исторических лет, и подготовило нас к этому чтению. Нет никакой загадки в том, что сегодняшнего читателя творчество Марселя Пруста волнует ничуть не меньше, чем его современников. Живописная, виртуозно-глубокомысленная проза писателя сосредоточивает наше внимание на том, что всегда будет иметь неприходящее значение, на внутреннем мире человек, соотношение чувственного и рационального, на состояниях сознания, освобождающих его от таков привычки, на поиски скрытой повседневности вечной сущности вещей. Шесть из семи романов цикла «В поисках утраченного времени» издавались и переиздавались у нас главным образом в исполнении неподражаемого любимого, а также в выполненных еще до войны переводах ленинградцев Франковского, Федорова и Суриной. Надеюсь, что читатели по достоинству оценят попытку переводчика и редактора донести до них неповторимый рисунок прустовской прозы, дать возможность обозреть весь замысел писателя и оценить его воплощение. Ольга Ярикова Комментарий Согласно собственному утверждению, Марсель Пруст 10.7.1871-1811-1922 написал последнюю главу седьмого тома тотчас после первой главы первого, а все, что было между этим, создано позже. Окончание эпопеи «Обретенное время» было анонсировано еще в 1913-м. Том был уже собран, но события — война написания последующих томов — отодвинули сроки издания. В общих чертах он был закончен к 1920-му году. Впервые увидел свет лишь в 1927-м после смерти писателя. Этим можно объяснить некоторую стилистическую неоднородность романа. Начало, где герой охвачен сомнениями о возможности литературного творчества, любопытно, что так натурально он уже не может писать после обретения всех истин и после того, как он это описал, где история с Альбертиной предается забвению лишь отчасти, написанный языком, как всегда восхитительным, но синтаксически тяжеловесным и перегруженным, словно автор заимствовал некоторые черты высмеянного им Гонкура. Язык, как всегда упрусто отражает не только конкретный смысл, но и состояние, этому смыслу сопутствующее и потому с его точки зрения было вполне естественно описывать сомнения и бессобытийное существование так же прерывисто и запутанно, как это происходит в жизни. Следует учитывать, что описываемые события война, смерть Альбертины еще не отошли в далекое прошлое и из этого проистекают хронологические неувязки. Сен-Лу в 1916 рассказывает о событиях 1918-го, которые случатся, когда он уже два года будет в могиле. Жильберта рассказывает о боях в Комбре, в ходе которых, как потом выяснится, была разрушена церковь святой Иларии, в которой позднее будет похоронен Сен-Лу и так далее. Некоторые сдержанность повествования, ибо грандиозные события еще не отошли в историю, и смысл их не всегда еще ясен, и наоборот, напористая цитация вымышленного газетного отчета о новых достижениях Кутюрье, иронически передающая пафос времени. Но если забыть о чисто внешних деталях, композиция романа ясна и фабульна, хотя читатели эпопею от этого успели уже отвыкнуть. Роман изображает движение героя к обретению смысла жизни и творчества. Пруст осуществляет это движение последовательно, как всегда перемежая наитие блистательными отступлениями, только на поверхностный взгляд, не имеющими отношения к повествованию. Бессмысленность жизни де Шарлю не художника приводит его к полному краху. Этот фрагмент очень уместен, если учесть, что в биографическом подтексте романа некоторые авторские черты были отнесены им насчет барона. Роман не похож на предыдущие. Он скорее напоминает первый, по сути замыкая кольцо. Согласно Фабове, за ним должна последовать не смерть автора, но написание первого романа, становящегося таким образом восьмым. Перевод осуществлен по изданиям Тьери Ложе Рбер Лафон 1987 Эжена Никола и Брайана Роджерса Библиотек Плеяды 1989 Пьера Кларака и Андре Ферре Галимар 1954 Года Комментарии Эжена Никола Брайана Роджерса и Эдмона Робера А также Андре Алена Морелло Энциклопедия Британника Ларус Энциклопедических словарей Робер и Кирилла и Мефодия А также Переводчика Роджерса 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 Роджерса